Здравствуйте, уважаемые друзья! Приветствую вас на первом вебинаре компании Сингента, посвященном защищенному грунту. Сегодня мы под микроскопом детально рассмотрим двух важнейших тепличных вредителя. Это томатная моль и тепличная белокрылка. Сразу хотел бы предупредить, на тот случай, если у вас возникают какие-либо технические сложности, вы имеете возможность позвонить по телефону горячей линии вебинара 8 800 333 11 28. Также в чате вы имеете возможность задать все вопросы касательно темы вебинара, на которые мы максимально подробно ответим по итогам вебинара в течение получаса. А теперь позвольте представить вам наших уважаемых спикеров. Оскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений компании Шетелих Рус. Его благо Ольга, технический эксперт компании Сингента по овощным культурам. Коротко о содержании нашей презентации. Мы начнем с тепличной белокрылки, рассмотрим ее биологические особенности, обсудим энтомофаги, которые контролируют тлю и белокрылку, и также более детально рассмотрим защиту тепличных культур с помощью нового системного инсектицида Пленум. Во второй части вебинара мы подробно рассмотрим южноамериканскую томатную моль, ее биологические особенности, энтомофаги, с помощью которых можно с ней бороться, и основы контроля томатной моли препаратами компании Сингента. Как вы знаете, в России компания Сингента уже довольно давно продвигает такие продукты, как вертиме, как тара, которые используются широко в защищенном грунте. Сегодня мы более подробно расскажем о новых двух продуктах, таких инсектицидах, как Пленум и Валям Флекси. А сейчас слово передается Оскару Камбаровичу Ахатову. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад видеть вас на нашей презентации. Мы рассмотрим сегодня биологические особенности тепличной белокрылки энтомофагов, которые используются в защищенном грунте для защиты растений от этого вредителя, и ознакомимся с новым препаратом, который был зарегистрирован в прошлом году компанией Сингента для защиты тепличных растений от этого опасного вредителя. Давайте посмотрим сначала на регламент применения препарата Пленум и очерчим круг растений, которые защищаются этим препаратом в теплицах. Как видите, это огурец и томат. Препарат обладает системным и трансламинарным действием, поэтому его можно применять как способом опрыскивания растений, так и при внесении с помощью капельного орошения. Как видите, нормы применения этого препарата небольшие, от полукилограмма до 600 граммов на гектар при любом способе внесения против тепличной белокрылки, и от 300 до 400 граммов против тлей при опрыскивании растений. Как видите, еще здесь видно, что срок ожидания после действия этих препаратов составляет 3 дня. Кроме того, срок выхода на работы ручные – 1 день, срок выхода на механизированные работы – 3 дня. Какой же механизм действия препарата Пленум и чем его особенности? Во-первых, это новое совершенно вещество, относящееся к группе IRAC9B, является модулятором хардотональных органов насекомых. Что это за такие органы? Это механорецепторы, которые находятся рядом с мускулом насекомого, и под действием этого рецептора двигаются мышцы насекомых и совершают резкие, как правило, движения. Сначала эти органы были найдены у саранчевых, и, как вы знаете, саранча, кузнечики прыгают довольно-таки далеко. Как раз за счет действия этих механорецепторов осуществляется регуляция двигателя активности этих насекомых. Впоследствии хардотональные органы были найдены у других насекомых, и компания нашла способы воздействовать на эти органы для того, чтобы сделать паралич. И с помощью этих препаратов можно было бы вызывать паралич мускулатуры насекомых. Так как ротовые органы насекомых являются видоизмененными конечностями, то этот препарат воздействует не только на ходильные ноги насекомых, но и, естественно, на ротовой аппарат. И когда препарат попадает в тело насекомого, то происходит паралич этих мышц, и насекомые перестают питаться. Поэтому вот действие, посмотрите, на чем основаны действия препарата. Как только насекомые начинают питаться соком растения, в котором находится действующее вещество, пиметрозин, то сразу происходит остановка питания, происходит паралич органов ротового аппарата, и насекомое не питается. Оно остается живо, двигается, в течение нескольких дней может находиться на растении, перелетать, но питаться уже не может. Причем это происходит необратимо. То есть уже больше никогда это насекомое не сможет питаться. Внешне это выглядит следующим образом. Во-первых, наблюдается неконтролируемый подъем и растяжение насекомого. То есть конечности начинают вытягиваться, и насекомые в такой позе, как правило, останавливаются. Через некоторое время, когда действие препарата начинается уже хорошо проявляться. И погибшее насекомое, как правило, выглядит как насекомое с вытянутыми конечностями. Но надо иметь в виду, что исходя из того, что механизм действия препарата вам уже понятен, действует на мускулатуру, то происходит остановка питания. Но насекомое продолжает сохранять способность двигаться. Поэтому выраженного нокдаун эффекта мы не видим. То есть все внешнее сохраняется, как будто бы ничего не произошло. Насекомое продолжает двигаться, летать, но питаться не может. Вот поэтому надо учитывать эту особенность. Смертность можно будет увидеть только через один и более дней. Чем интересен препарат Пленум? Во-первых, своей очень хорошей подвижностью по растению. Можно заметить, что он обладает как трансламинарной активностью, так и системной активностью. Это означает, что препарат, попав в растение через корень или через лист, способен двигаться как по ксилеме вверх, так и по филоеме вниз в нею часть растения, в корне. Поэтому применение препарата Пленум возможно как методом опрыскивания, так и при внесении через корневую систему с помощью капельного рашения. Причем надо обратить внимание на то, что движение препарата по ксилеме происходит лучше, чем по филоеме. Поэтому все-таки предпочтение нужно отдавать внесению через корневую систему, особенно если мы им делаем с небольшими растениями, высотой до двух метров. Растения большей высоты, движение препарата затруднено уже, поэтому рекомендация существует использовать систему капельного рашения для растений высотой до двух метров. Опрыскивание позволяет внести препарат на всю листовую поверхность, но и главное, что в последующем подрастающие новые листья, они тоже будут в дальнейшем наполнены соком, содержащим действующее вещество периметрозин. Это тоже надо иметь в виду. Кроме системного действия, препарат пленум обладает и выраженным трансламинарным действием. Оно заключается в том, что попав на верхнюю сторону листа, препарат проникает и передвигается на нижнюю сторону листа. И вот эта трансламинарная активность особенно важна при работе, во время борьбы с вредителями, которые находятся как на верхней, так и на нижней стороне листа, в скоплениях листьев, куда трудно проникнуть каплям действующего вещества. Поэтому трансламинарная активность очень важна и является хорошим показателем препарата. Давайте посмотрим, как действует препарат пленум на вредители. Здесь немножко можно посмотреть наглядно, как это проявляется. Во-первых, я бы хотел обратить внимание на одну особенность. Вот посмотрите, я здесь привел схему, по которой происходит развитие тепличной белокрылки. Его особенность следующая. Самка откладывает яйца на лист. Они сначала имеют желтоватую окраску. По мере созревания яйца темнеют, становятся почти черными. И препарат, попав на самку, на поверхность самки или с соком, он вызывает у нее остановку питания. Но белокрылка продолжает двигаться и способна перелетать. Но питаться уже не может. И через несколько дней она погибнет. Из яиц через несколько дней, через 3-4 дня, на зависимости от температуры, появляется личинка первого возраста. Ее называют бродяжкой. Она примерно 12 часов двигается по поверхности растения в поисках подходящего места. Начинает питаться. Перемещается на новые места, пока не найдет подходящее для себя место. И если препарат попал на поверхность личинки, или она стала питаться соком, содержащим пленом, то эта личинка тоже перестает нормально питаться. У нее происходит паралич органов, ротовых органов. И через некоторое время она погибнет. Значит, соответственно, видно, что препарат действует как на взрослых насекомых, так и на бродяжек, которые двигаются. Но здесь надо иметь в виду, что начав питаться, личинка первого возраста в дальнейшем утрачивает конечности, фактически их нету, и личинка второго, третьего, четвертого возраста неподвижны. И вот на эти стадии тепличной белокрылки препарат пленом не действует. Это обязательно надо иметь в виду. То есть надо выбирать те стадии, и время обработки должно быть выбрано исходя из того, чтобы на растении были максимальное количество именно подверженных действию препарата стадий. То есть это либо много имага белокрылки, либо много личинок первого возраста. А теперь давайте посмотрим, как происходит действие препарата на насекомых. Здесь видно подвижные личинки белокрылки, бродяжки. На них препарат не оказал пока еще никакого действия. И в то же время видны личинки белокрылки, на которых препарат виден уже оказал действие. Они перестали двигаться, тело их становится щуплым. Они перестали питаться, и через два дня видно, что личинка бродяжки неповрежденная, она сохраняет свой цвет белый, а поврежденная, погибшая, желтеет. Изменяется форма, они высыхают. На тлю препарат также оказывает очень сильное действие, и погибают все стадии тли, мы об этом расскажем чуть подробнее. Обратите внимание, тля погибающая как раз имеет характерные вытянутые конечности. И погибают, не только взрослые, но погибают личинки тли, начав питаться, они после этого не могут, фактически через некоторое время погибают, потому что, выпив небольшое количество сока с препаратным тленом, наступает их через некоторое время смертности. Продолжим. Итак, еще раз хотел повторить, что препарат пленум оказывает воздействие только на подвижной стадии насекомых, и если мы рассмотрим тепличную белокрылку, то препарат действует на взрослых насекомых и на бродяжек. Мы уже немножко говорили о том, что поленум действует не только на тепличную белокрылку, но и на тлю. Причем, так как устойчивость тли к препарату значительно меньше, чем белокрылки, то и норма расхода препарата против тлей от 0,3 до 0,4 кг на гектар. Применять препарат против этих вредителей в основном методом опрыскивания, хотя, возможно, и капельное орошение. Причем, препарат хорошо работает как в очагах с низкой плотностью тли, так и в очагах с высокой плотностью тли. У тли есть интересная биологическая особенность. Она связана с тем, что у тли нет покоящихся стадий. Все стадии развития тлей подвижны, и поэтому препарат действует на все стадии тлей. Тля погибает примерно 3 дня после обработки. Мы оценивали эффективность действия препарата против тлей. Оказалось, что погибает не менее 90% тлей. Обычно живыми остаются только недавно рожденные личинки тлей, которые не попали под обработку. Давайте рассмотрим те оптимальные ситуации для эффективного применения препарата плену. Учитывая его механизм действия, можно четко представить себе, что препарат хорошо действует тогда, когда численность тепличной белокрылки на растениях невысокая. И когда тепличная белокрылка только-только появилась на растениях. То есть при первом появлении на растениях тепличной белокрылки можно применять препарат. В этом случае применяется как методом прыскания, так и методом вращения через капельную систему. Но если растения небольшие, то, наверное, удобнее в данном случае выносить препарат через капельную систему вращения. Мы рекомендуем также сделать обязательно повторную обработку через 7 дней. Почему это происходит? Во-первых, при первом внесении количество имаго-белокрылки, которое попадает на растения, небольшое. И оказываемое воздействие на небольшое количество насекомых. Если даже белокрылка сумела отложить яйца, то в течение 7 дней появятся бродяжки. И повторная обработка препаратом плену приведет к тому, что и бродяжки погибнут. Не только имаго, но и бродяжки погибнут. Поэтому эффективность сдвоенной такой обработки достигает 90 и более процентов. Когда еще можно применять препарат плену? Во-первых, такая ситуация возникает только, когда растения молодые. Случайный залет в рассадное деление. Или сохранилась белокрылка на сорняках в теплицах. И когда растения выставлены в теплицу, вредитель перелетает с сорняков на молодые растения и заселяет его. Или это происходит в летний период, когда в теплицах нет оборудованных сетками форамук. И вредители могут спокойно прилететь в предтепличное пространство и заселить тепличные растения. В этом случае при первом появлении белокрылки мы рекомендуем применять препарат пленум. Тем самым мы защитим растения в этот ранний период. Следующий вариант, при котором целесообразно применять пленум, это опрыскивание растений или внесение под корень в любой стадии, когда может появиться вредитель. Предположим, растения длительное время были посажены в декабре или в январе, росли, давали урожай, началась весна, открылись форамуги, нет сеток на форамугах, вредитель залетел из соседних теплиц или из предтепличного пространства и заселил уже взрослые растения. При обнаружении первых очагов тоже рекомендуется применять препарат пленум. Вот давайте здесь наглядно посмотрим эту картину, когда целесообразно применять препарат. В верхней части видно, что рекомендации касаются как яиц, как в ранней стадии, так и в поздней стадии созревания яиц белокрылки. При наличии имага на листьях огурца или томата или когда на листьях большое количество нимф четвертого возраста, белокрылки, из которых в течение одного-двух дней будет массовый вылет белокрылки. Опрыскивая в этих ситуациях, мы вносим препарат на поверхность растения, он проникает в сок растений и насекомые, которые появятся из этих нимф четвертого возраста, будут питаться соком, содержащим препарат и погибнут. Соответственно, если есть яйцекладки, то через один-два дня из яиц появятся бродяжки и они тоже попадут под действие препарата. Хуже всего использовать препарат, даже не рекомендуется, использовать препарат, когда на растениях находится большое количество личинок разных возрастов. То есть, когда мы имеем дело с не новыми очагами тепличной белокрылки, а со старыми очагами. В это время на одном и том же листе может находиться масса личинок разных возрастов от первого до четвертого возраста. Могут находиться яйца и мага белокрылки. Применение препарата нецелесообразно, потому что погибнет небольшая часть насекомых, а большая часть насекомых оказывается не подвержена действию препарата. И вот еще раз напоминаю, что рекомендуем использовать норму расхода препарата до 600 граммов на гектар. В этом случае эффективность очень хорошая. Если добавляются диванты, то эффективность обработки при опрыскивании, конечно, тоже возрастает. Теперь давайте посмотрим на действия препарата на энтомофагов, которые сейчас очень интенсивно и часто применяются в тепличных комбинатах. Собственно говоря, защита современного тепличного комбината она сориентирована в основном на применение биологических средств. Для защиты тепличных растений от белокрылки рекомендовано несколько энтомофагов. В частности, это хищные клещи, амболисеи с свирского, амболисеи с мандорензис, это хищный клоп макролофус или хищный клоп понесидиакорис тенуис. Соответственно, это паразиты тепличные белокрылки энкарзия или также паразиты эритмоцерус. Как видите, ассортимент довольно-таки большой энтомофагов, которые могут быть использованы для защиты растений от тепличной белокрылки. Однако, эффективность энтомофагов наступает не сразу. Они эффективно сдерживают развитие вредителя постепенно. Иногда видимый эффект наблюдается от их применения через месяц, через полтора месяца. Поэтому, в тех случаях, когда необходимо сдерживать развитие тепличные белокрылки, не дать возможности нанести существенный вред растениям, можно совмещать применение препарата пленум с применением энтомофагов. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Во-первых, существует информация, она лежит на сайтах компании, которые занимаются производством биологических средств, компании Коперт или компании Биобест. На сайтах этих компаний есть раздел, посвященный так называемый сайт-эффекту, дополнительному эффекту, который оказывают препараты различные на энтомофагов. И вот здесь вы можете увидеть, в презентации есть ссылка на такой сайт-эффект, который предлагает компания Коперт. Если посмотреть на эту страницу, то можно увидеть, что препарат пленум не оказывает какого-то заметного воздействия на хищных клещей, которые были выпущены, скажем, на амболисейса свирского или на мандоренциса, на лимонику, не оказывает никакого негативного воздействия, поэтому применение пленума вполне совместимо с применением энтомофагов. То есть, если на растения уже были выпущены энтомофаги, применение пленума не окажет на них никакого воздействия, Или будет воздействие минимальное. Самое маленькое воздействие будет в том случае, если препарат был внесен через систему капельного рожения. Совсем другое дело касается энтомофагов, которые близки по происхождению к вредителям. В частности, это питающиеся как соком растений, так и вредителями хищный клоп Макролофус пигмаис. И его родственник это не сидя користый нуис. Эти два хищных клопа используются для защиты растений, а в основном защиты томата от тепличной белокрылки. И здесь надо обратить внимание, что пленум сильно токсичен в отношении этих клопов. И они погибнут, если попадут под обработку. Ну и кроме того, этих клопов следует применять на растениях только через две, а лучше через три недели после обработки. В этом случае препарат не окажет на них негативного воздействия. И клопов можно будет применять спокойно. Вот хотелось здесь обратить внимание еще раз дополнительно на то, что пленум оказывает разные воздействия на разных энтомофагов. Если на растениях используются другие энтомофаги, не только против тепличной белокрылки, но и против, скажем, тлей, против трипсов, то действие препарата необходимо корректировать в зависимости от того, какие энтомофаги в настоящее время есть на растении. Надо зайти на сайт компании, скажем, Копер и посмотреть, какое воздействие оказывает пленум на этих энтомофагов. Например, на личинок галлица, имагафидиусов, энкарзи, ритмоцерус, он оказывает средне-токсичное действие при опрыскивании. Это означает, что примерно 50% насекомых погибнут после обработки, но примерно 50% останутся живы. И рекомендуется, чтобы срок ожидания в данном случае был не меньше одной, а лучше двух недель после применения. В этом случае препарат уже дальше не будет оказывать никакого негативного воздействия на энтомофагов. Если же мы вносим препарат с помощью полива, то эффективность препарата будет такая же высокая, а энтомофаги практически не будут испытывать негативного воздействия. Надо иметь в виду, что хищник лоб макролов, о котором я говорил, он после обработки препаратом погибает. Причем погибает буквально через 1-2 дня после обработки. Здесь вот видно хорошо, что живой клоп зеленого цвета подвижен, он активно двигается по растению, а попавший под обработку желтеет и засыхает, погибает. Единственное, что после обработки полива не погибают яйца клопа, которые находятся в жилках листа. В клопах макролов есть одна особенность, что самки откладывают яйца в жилку листа, и там развитие эмбриональное происходит в этой жилке примерно в течение 15-20 дней. И поэтому препарат не оказывает негативного воздействия на яйцекладку клопов, и через некоторое время из жилок листа выходят вполне жизнеспособные личинки макроловца. Давайте посмотрим, как чувствует себя хищный клещ Сивирского, который находит растение после обработки. Но, к сожалению, техническая сторона у нас отстает, не работает. Ну, ладно, значит, я, в принципе, вам говорил о том, что хищные клещи остаются живы, попав под обработку препаратом, или через некоторое время после того, как препарат был внесен на растение, они все равно остаются вполне жизнеспособными. Вот можно посмотреть здесь таблицу, в которой сгруппированы данные по воздействию препарата Пленум на хищников и паразитов при опрыскивании. Можно обратить внимание, вот первая графа — это объекты, на которые воздействует Пленум, может оказывать воздействие латинское название. Следующий столбец — это токсичность. И можно обратить внимание на то, что в большинстве случаев выше второго уровня токсичности против хищных и паразитических насекомых мы не видим. То есть погибает обычно после обработки до 50% энтомофагов. Но при этом обязательно нужно обращать внимание на то, что срок ожидания после применения препарата, который нужно выдерживать, и только после этого выпускать энтомофагов, обычно составляет для некоторых из них, для клопов в основном, и для хищных паразитов клей и хищников трипсов, в частности ориусов, обычно составляет 1-2 недели. А для хищных клещей срок ожидания отсутствует, то есть фактически препарат не оказывает на них никакого негативного воздействия. И вот, наконец, давайте сформулируем выводы о том, как применять препарат плену в тепличном воздействии. Ну, во-первых, препарат можно применять как методом пролива, так и опрыскиванием растений. Причем эффективность будет примерно равная, равная, как в том, так и в другом случае, вам необходимо только ориентироваться на технологические особенности и стадии развития растений. Когда и каким способом удобнее применять препарат. На молодых растениях эффективнее, наверное, и удобнее работать перед систему капельного рожения. На взрослых растениях высотой более 2 метров здесь остается только способ применения опрыскивания. Норма применения, еще раз напоминаю, зависит от того, против какого вредителя вы работаете. Если это речь идет о тепличной белокрылке, то норма применения до 600 граммов на гектар. Если ведется борьба с тлями, бахчевой, тлею, персиковой, тлею и так далее, то используется норма до 400 граммов на гектар. Начинать применение препарата следует сразу после обнаружения вредителя. Пока численность его невысокая, это позволяет эффективно сдерживать развитие вредителя и не дать возможности ему сильно размножиться на растениях. Воздействие пленума, пленум оказывает воздействие только на взрослых белокрылок и на бродяжек. Это надо иметь в виду. Зато он оказывает негативное действие на все стадии тли. И эффективность его против тлей составляет 90 и более процентов. При использовании препарата пленум необходимо обязательно учитывать негативное воздействие или побочный эффект на энтомофагов, которые применяются или которые будут применяться на тепличных растениях. Обязательно для этого используются сайты компании Коперт или Биобест, на которых есть указания на сайт-эффект. И там, на этих сайтах, можно посмотреть, как действует препарат на тех или иных энтомофагов, которые есть на растении или которые будут использоваться. Обязательно соблюдать нормы применения и срок ожидания. В этом случае вы получите максимальный эффект и препарат не окажет негативного воздействия, а только будет способствовать эффективной защите растений. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вторая часть нашего вебинара будет посвящена томатной моле и препарату Валиам Флекси. Препарат Валиам Флекси был зарегистрирован несколько лет назад, но, как показывает общение с многими тепличниками, немногие почему-то об этом знают. Поэтому хочется два слова уделить этому продукту. Зарегистрирован он на плодовых винограде, на картофеле и для томата закрытого грунта. Препарат с широким спектром действия, поэтому выбраны были именно эти культуры, где одновременно могут наносить вред множество насекомых. Валиам Флекси на сегодняшний день пока что единственный препарат, который имеет официальную регистрацию для закрытого грунта против томатной моли. Почему мы решили остановиться на томатной моле? Во-первых, этот вредитель пришел достаточно недавно к нам в страну. Первые очаги были замечены в 2010 году. Считается, что он пришел к нам из Турции. Вообще в Европу из Южной Америки этот препарат был, этот вредитель попал к нам в 2006 году в Италию, в Испанию. С этого момента он распространился практически по всему Евразийскому континенту. До этого, за несколько десятилетий, к нам в страну попал другой вредитель, очень близкий к томатной моле. Это картофельная моль. Очень многие жители южных регионов с этим вредителем знакомы. Внешне их отличить достаточно тяжело. Мне специалисту практически невозможно. Томатная моль повреждает практически все посленовые культуры. Не только томат, несмотря на свое название. И кроме культурных, к которым мы привыкли, томаты, баклажаны, перцы, физалис, также очень неплохо развивается на послене черном. На фотографиях вы можете видеть томат с характерным повреждением томатной моль в сам плод и классические мины, которые вызывает эта самая томатная моль. Очень важно знать именно первые признаки, как выглядят, чтобы вовремя быстро сориентироваться, чтобы начать первые обработки. Что нужно знать по биологии моли? Что полезно в работе прежде всего? Продолжительность развития моли зависит прежде всего от температуры. Вы видите в данной таблице, что при 20 градусах томатная моль будет развиваться 42 дня, а при 30 полный цикл она пройдет уже за 20 дней. Соответственно, чем выше температура, тем быстрее нужно применять какие-то защитные мероприятия, иначе она размножится и бороться с ней будет невозможно. Что еще очень интересно, в закрытом грунте непрерывно может развиваться до 10-12 поколений, если ее никак не контролировать, эту моль. Самка может откладывать от 7 до 260 яиц, то есть весьма плодовитая насекомая. И к яйцекладке самка приступает не сразу, а на третий день после того, как она выйдет из куколки. Чем еще осложняются защитные мероприятия и контроль этого вредителя. Особенно для южных регионов стоит обратить внимание, что могут перезимовывать куколки и мага, и в принципе яйцо выдерживает некоторые морозы. Гусеница же впадать в диапаузу в принципе не может, она должна питаться и должна окуклиться. Самая для нас неприятная новость, что куколки могут выдерживать до минус 18. То есть южные регионы нашей страны в принципе приспособлены для того, чтобы этот вредитель жил в открытом грунте. Еще один такой интересный момент, что бабочка томатной моли откладывает яйца исключительно на зеленые плоды. На созревающие плоды ее не интересуют, туда она яйца не откладывает. То есть когда мы проводим мониторинг, контролируем, пытаемся найти первую яйцекладку, первую гусеницу, то мы должны смотреть листья, стебли и зеленые плоды прежде всего. Личинки первого и второго возраста, сразу после выхода из яйца, могут перемещаться по листу. В среднестатистически личинка томатной моли живет на поверхности всего-навсего 82 минуты. Потом она все равно уходит в лист и питается внутри листа. Именно этим фактом, что личинки практически не живут открыто, а живут все время внутри листа, затрудняется контроль этого вредителя пестицидами. Соответственно, инсектицид нужно выбирать такой, который будет проникать внутрь листа, то есть в те ткани, которыми питается сама гусеница. А личинки старших возрастов уже вообще не выходят из листа, они живут постоянно внутри, выедая по большие-большие отверстия. Как же нам... Прежде всего нужно узнать, есть у нас томатная моль в теплице или нету. Чем раньше мы поймаем первую особь, тем эффективнее будут все защитные мероприятия, любые, какие бы вы не выбрали. Проще, самый простой способ использовать для этого феромоны. Феромоны можно использовать как для мониторинга, как для отлова первой бабочки, для того, чтобы понять, что нужно начинать защитные мероприятия. Так, в принципе, для этого вредителя можно и самцовый вакуум использовать, но если вы решили использовать самцовый вакуум, то есть развешивание множества феромонов, у вас обязательно должны быть сетки москитные на фрамугах. И есть еще такой момент, когда теплица полностью закрыта, любое помещение, если его закрыть, и поместить туда феромон, то ни вакуума, ни привлечения может не наблюдаться у насекомого, то есть должен быть воздушный градиент, воздух должен перемещаться в любом случае, но сетки обязаны быть на фрамугах, иначе к вам прилетят в таком случае все самцы со всех ближайших округ, если они в округе имеются. Есть еще всевозможные лампы, опять же для снижения, для отлова, для физического отлова, но в любом случае желательно иметь феромоны, для того, чтобы знать, появилась она, не появилась у вас моль, и если она появилась, то начать обработки. Раннее начало защитных мероприятий это основной залог успеха в борьбе с этим вредителем. Здесь на фотографии показано самое-самое первое внедрение гусеницы, то есть когда гусеница совсем малюсенькая, пятнышко вы видите совсем небольшое на фотографии, на левом листе, а потом, когда она уже подрастает, выедает большое пятно, его уже хорошо видно, далеко заметно, оно такое классическое, округлое, а первоначально его в принципе можно даже спутать с посленовым минером. Почему это очень важно знать? От посленового минера в основном эффективны одни препараты, а по томатной моле работают препараты, которые имеют в своем спектре чешуекрылых вредителей. В принципе, если вы пытаетесь выбрать препарат, вы должны понимать, что для контроля томатной моли в спектр этого препарата должны входить чешуекрылые вредители. По всему миру у компании Сингента зарегистрировано несколько продуктов для контроля этого вредителя. Проклейм, который у нас зарегистрирован для томатов открытого грунта, для контроля хлопковой совки, в Европе, например, он носит название Аферм. Валиам Флексия, о котором мы сейчас поговорим подробнее, у него вы еще можете встретить под названием Лузинда. Есть еще третье название Дурива. Валиам Тарга, например, продается в Белоруссии, зарегистрирован для закрытого, для защищенного грунта. И если вы будете интересоваться, например, у итальянских коллег, то там есть препараты с добавлением матча, с добавлением люфенурона для того, чтобы усилить действие по яйцекладке. Матч применяется для того, чтобы иметь ацидное действие. Если мы хотим применять валиам Флексии против томатной моли, то нужно учитывать, что хищных клещей мы можем выпускать только через 3-4 недели. То есть здесь ситуация несколько иначе, чем с Пленумом. Персистентность достаточно высокая, и ждать нужно достаточно долго. Что же такое валиам Флексии? Валиам Флексии состоит из двух действующих веществ, одно из которых активно по чешуекрылым вредителям. В его спектр входят только чешуекрылые и колорадский жук. И второе действующее вещество, которое подавляет сосущих вредителей, тлей, цикадок, белокрылок, посленового минера. Соответственно, валиам Флексии для тепличных культур эффективен против очень широкого спектра возбудителей, спектра вредителей. На фотографиях вы видите распределение радиоактивных действующих веществ. То есть оба вещества при применении через лист проявляют трансламинарное движение, то есть передвигаются свободно по листу. Если вы попадаете на черешки листьев, то скорость передвижения усиливается этих действующих веществ, и одного, и второго. При применении через системы капельного полива, то есть через корни, эти вещества могут двигаться по растению. Валиам Флексии не зарегистрирован у нас в стране для томата для применения через системы капельного полива. Но в других странах, например, в Японии, он широко применяется для внесения, для пролива овощных, рассады овощных культур под корень перед высадкой в грунт. Почему в основном рассады? Дело в том, что практически все препараты, которые применяются через корень, их эффективность будет зависеть от высоты растения. Соответственно, в такой дозировке, в которой он у нас зарегистрирован, его можно применять только на растениях высотой до метра. В этом случае будет эффективность. Чтобы применять на растениях через системы капельного полива выше, на растениях выше одного метра, то, соответственно, дозировки должны быть иные, у нас они не зарегистрированы. Почему объединили два этих действующих вещества именно для плодовых, для винограда, для тепличных культур? Вы видите, что в основном те наши вещества стандартные, которые у нас применяются, они эффективны либо против чешуекрылых, либо против сосущих вредителей. Мы объединили два вещества, получили препарат, который эффективен сразу против комплекса вредителей. В теплице достаточно часто бывает так, что не один какой-то конкретный вредитель, а два или три одновременно нам нужно скорректировать их численность. Именно для этого был сделан этот продукт. Поступил вопрос сразу изначально, еще до начала вебинара, а можно ли применять АКТАРУ, например, для защиты от томатной моли. Если, раз такой вопрос все еще возникает, оговоримся сразу, что у класса неоднокотиноидов, к которым относятся и АКТАРА, у них нет этих веществ, нет эффективности против чешуекрылых вредителей. И в принципе применять что АКТАРУ, что любой другой неоникотиноидный препарат против чешуекрылых нет никакого смысла, потому что они неэффективны. Неважно, каким способом, через каплю или путем опрыскивания, в любом случае, они не входят в спектр этих препаратов. Вы видите тут опять же на этом графике, что теометоксам не работает по чешуекрылым вредителям. Точно так же это относится к ацетомиприду, к имидоклоприду и практически ко всем остальным препаратам из группы неоникотиноидов. Это в принципе все, что мы сегодня хотели рассказать. Поступило несколько вопросов. Сейчас мы со Скарком Варовичем на них ответим. Сергей Бочкарев задал вопрос, можно ли использовать биологические средства для борьбы с томатной минирующей молей в открытом грунте и можно ли защитить растения только с помощью биологических средств. Хотелось бы ответить следующим образом. Против томатной минирующей моли биологические средства не дают стопроцентный эффект и главное, что он требует длительного времени. Применяют против моли в основном у нас в стране только двух хищных клопов. Это макролофус и несидиаколис. Эти клопы в открытом грунте разлетятся очень быстро по окружающим садам и лесам и из поля они уйдут, найдут себе более подходящую пищу. Поэтому применять биологические средства в открытом грунте против томатной минирующей моли бессмысленно в таком варианте. Поэтому я считаю, что в открытом грунте надо использовать в основном химические средства защиты растений, потому что биометод пока еще не разработан. Поступил вопрос по поводу ограничений применения с фунгицидами. Никаких специфических ограничений по смешиванию хоть пленума, хоть волиама не существует. Каковы общие принципы того, как узнать совместимые препараты или нет. В любом, каждом конкретном случае необходимо каждый препарат новый какой-то, если вы хотите сделать баковую смесь, проверить его первоначально на совместимость в небольших количествах. Как это делается? Берется какая-то емкость, ведро, неважно какая, и в этой емкости вы выдерживаете пропорции воды и тех веществ, которые вы хотите смешать. Существует так называемая совместимость при активной или динамичной ее называют, когда мы используем опрыскиватель с мешалками, они постоянно работают, и в таком случае совместимость практически у всех препаратов очень неплохая. А есть совместимость так называемая стабильная. Вот чтобы точно знать совместимые продукты или нет, необходимо в этом ведре развести в тех пропорциях, в которых вы будете применять эти препараты, и оставить это ведро на полчаса. Через полчаса вы будете точно знать, ждет ли вас какая-нибудь неприятность в виде осадков, хлопьев или прочих возможных вещей. Это такой стандартный тест на совместимость, который в принципе, если вы еще эти вещества не смешивали, необходимо произвести, потому что на качество раствора влияет качество самой воды прежде всего, и в принципе те дополнительные вещества, которые используются в каждом конкретном препарате. Так что по пленуму никаких таких специфических ограничений в смешивании не существует. Поступил также вопрос, возможно ли применение пленума на других культурах. В России пленум зарегистрирован официально на томатах, огурцах закрытого грунта, на картофеле и на рапсе против рапсового цветоеда, поскольку у него опять же есть те самые прыгательные ноги. По Европе список культур намного шире, на которых зарегистрирован пленум. Это практически все культуры закрытого грунта. Конкретно вопрос был про цветочные культуры. Цветочные культуры очень много разных видов их, и нужно знать конкретно какая культура посмотреть нужно европейские списки, потому что там по видам бывает, что некоторые препараты на некоторые виды оказывают всякие специфические воздействия, то есть общего ответа дать к сожалению нельзя, это сложно. есть ли опыт применения пленума против паутинного клеща? Он не оказывает воздействие на клещей, в том числе на паутинных клещей, поэтому будет неэффективен препарат. За счет этого возможно использовать хищных клещей, поскольку действия никакого именно на клещей препарат не оказывает. Для того, чтобы контролировать паутинного клеща должны использоваться специфические окорициды. Скажем вертимек. Да, то есть пленум к ним не относится. Ни пленум, ни валяамфлексия они в своем спектре клеща не имеют. Накапливается ли пленум в растении? Как влияет на плоды? И можно ли применять в стадии плодов? Официально у нас по закону существует период ожидания, с момента которого мы обработали и мы ждем этот период ожидания. Он показывает количество дней от обработки до возможного съема плодов. Препарат в любом случае какое-то время сохраняется в растении, иначе он просто не будет действовать на вредителя. На плоды в каком-то плане вкусовых качеств, либо вида внешнего никаких не оказывает. Когда проводятся госиспытания, один из обязательных тестов это проверка на органолептические свойства продукции, которая обрабатывается тем или иным препаратом. Никаких таких изменений не выявлено. Применяется этот продукт в той же Европе уже много лет. Здесь никаких ограничений нету. Единственное, вы должны соблюдать период ожидания от последней обработки до сбора продукции, который указан в регистрационном свидетельстве. То есть в нашем случае три дня. Что нас тут еще спросили? Будет ли зарегистрирован Валиам Тарго в России? Нет, Валиам Тарго в России зарегистрирован не будет. Валиам Тарго зарегистрирован в Белоруссии, в России зарегистрирован не будет. Мы очень надеемся, что у нас уже будет препарат следующего поколения, более интересный, чем Валиам Тарго, но это дело будущего. Температурные регламенты применения Валиама в Экси. По температурным регламентам, в Алианфлексе, либо Пленум, все те температурные регламенты, которые соблюдаются в теплице, они пригодны для применения этих препаратов. Никаких отклонений при повышении температуры, при понижении температуры в рамках дозволенных или применяемых по технологии выращивания огурцов, либо томатов, никакого воздействия на данные препараты не оказывает. То есть, как для любого химического препарата, нижний температурный порог 15 градусов, а верхний температурный порог за 30 градусов? Да, 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 да. Нижний даже, пожалуй, для Валиама будет ниже, но для теплицы это не актуально, в принципе. Норма расхода для капельного полива у Валиама флекси. Как я уже сказала, для растений небольших, то есть до метра, те же, которые зарегистрированы для опрыскивания, в принципе, по всему миру используются. Если растения выше метра, то здесь будут иные нормы расхода, и, честно сказать, они в любом случае у нас в стране не зарегистрированы, поэтому озвучивать их смысла особого я не вижу. Там был еще один вопрос от фермера, спрашивала, сколько конкретно нужно препарату Пленум на 10 литров воды. Ну, так как норма применения против тепличной биогрылки 500-600 граммов на гектар, то у нас, скажем, тысячу квадратных метров это требуется 50-60 граммов. Или мы рекомендуем обычно 5-6 граммов на 10 литров воды. И этот раствор применяют для полива, либо для опрыскивания. Часто еще возникает вопрос про концентрат и количество препарата на гектар. Дело в том, что у нас в стране мы не можем зарегистрировать препарат только по концентрации. В любом случае должна быть описка на какое количество воды в таком случае мы регистрируем. На самом деле такая же ситуация и в европейских странах. Они регистрируют, да, там 100 грамм на 100 литров воды. Но при этом есть всегда приписка, что максимальный расход воды 1000 литров на гектар. Почему так делается? Дело в том, что всегда учитываются токсикологические нормы, токсикологические показатели. И вот для расчета этих токсикологических показателей используется максимальная норма расхода, которая получается при работе в теплице, в саду, на поле, в любом месте. И превышать эту норму расхода, которая у нас максимальная по токсикологическим критериям, мы не можем ни в коем случае. И, соответственно, если мы применим, например, не 1000 литров на гектар, а 1500 литров на гектар и сделаем ту же самую концентрацию 0,06%, то количество действующего вещества у нас на гектаре будет намного больше. И, соответственно, мы нарушаем в таком случае токсикологический регламент применения препарата. Стандартная рекомендация для пленума при 600 граммах на гектар, при 1000 литрах на гектар, получается у нас 0,06% раствор. Также был вопрос про капельный полив. Для капельного полива, если это грунтовая теплица, если это почва, то имеет значение то, какая это почва, насколько быстро вода проникает через эту самую почву, на какую глубину, за какое время. И какой объем воды вносится, в принципе, за полив. Самое главное, чтобы препарат, прошедший с этой поливной водой, находился строго в зоне корней того растения, которое мы обрабатываем. Если он останется сверху, то мы будем долго ждать эффекта, потому что пока он не попадет в зону корней, он не будет растением воспринят. Если же мы много воды внесем, то, соответственно, он промоется, уйдет, и мы не получим, опять же, никакого эффекта. То есть вы должны, прежде всего, знать, какая у вас почва, легкая, либо, наоборот, тяжелая, и вода туда долго проникает. И, исходя из этого, выбирать количество воды, необходимое вам для растворения препарата. Он стандартно в районе 2-3-5 кубометров на гектар для капельного внесения используется воды для внесения, в принципе, любых препаратов. Если, опять же, теплица грунтовая, то стандартно препарат делается сначала полив чистой водой, потом вносится сам препарат примерно где-то во вторую треть полива или в третью четверть полива. Дальше промывается капельная система, мы продавливаем препарат вниз в корнеобитаемый слой, опять же, чистой водой. Такая схема. В теплицах, в которых малообъемная культура, там все несколько проще. То есть в полив, в любой из поливов, либо в утренний, либо в вечерний, все-таки западные коллеги наши больше рекомендуют в утренние поливы добавлять, потому что растение активно, растение прокачает эту воду и препарат уйдет весь быстрее в само растение. А ночью, как известно, транспирация прекращается, вода перестает двигаться вверх по растению, соответственно, препарат тоже перестает передвигаться вверх по растению. Это такие общие правила использования концентрации и норм расхода жидкости. Ну вот я хотел просто добавить еще, что в защищенном грунте обычно используют норму примерно 100 мл под взрослые растения. Вот такая, например, норма расхода жидкости при внесении препарата. Так, вопрос. Дозировка валиама для защиты рассады томата в открытом грунте. Вы знаете, валиаму в принципе без разницы томат открытого грунта или томат закрытого грунта. У нас регистрация официальная на томат закрытого грунта, соответственно, норма расхода у нас зарегистрирована одна, 0304. В принципе, для томата открытого грунта она тоже отличаться никак не будет. Физиологически растение томата открытого грунта от растения томата закрытого грунта никак не отличается. Применение волиама против томатной моли в открытом грунте. Применение волиама против томатной моли в открытом грунте, поскольку регистрации такой не существует. Но физиологически, как я говорю, разницы между томатами открытого грунта и томатами закрытого грунта не существует. На перцы, на баклажаны никакого фитотоксического действия препарат не оказывает. Технически все возможно. Вполне картофельная моль. Не знаю, в чем вопрос по картофельной моли. Ну, наверное, действует ли волиам флексин на картофельную моль? Наверное. Не совсем понятный вопрос про картофельную моль. Ну, видимо, действия есть ли на картофельную моль? Да, действия, конечно, есть на картофельную моль. Если у вас картофельная моль не... Дело в том, что... Расскажите, может, что они, в принципе, бывают... Они очень просто внешне похожи. Картофельная моль и томатная моль. И могут повреждать и те, и другие культуры. И повреждают... Картофельная моль может повреждать посленовые культуры. Томатная моль, как известно, может переходить на картофель. И были такие случаи массового размножения. Но я думаю, что волиан флекси также действует эффективно против картофельной моль, как и против томатной минирующей моль. С картофельной молью, если речь про сам картофель, проблема больше даже не в препарате его эффективности, а в том, как его применить, этот самый препарат. Дело в том, что проблема картофельной моли на картофеле, если вы получаете ее в поле, то это, прежде всего, проблема агротехники. То есть это говорит о том, что у вас либо трещины есть в гребнях, либо клубни из этих самых гребней выпирают, и моль может иметь доступ к этим клубням непосредственно и может их заселить. То есть суть в том, чтобы препарат опять же попал именно на эти клубни, которые будут заселяться этой молью. Если картофель имеет нормальный габитус, нормальную развитую ботву, то физически это сделать практически невозможно. Отсюда всегда низкая эффективность препаратов против картофельной моли, любых в принципе, неважно, есть у них действия, нету. Суть именно в том, что люди не могут нанести туда, куда его нужно нанести. И еще картофельная моль, если мы говорим о картофеле, обычно это южные регионы, проблема больше хранилищ. То есть необходимо обязательно делать дезинфекцию хранилища до того, как вы закладываете картофель туда, в это хранилище. Потому что при той температуре, при которой картофель хранится, моль развивается, она даже не впадает в диапаузу, она спокойно продолжает питаться в картофеле, она окукливается. Она даже может, если это чипсовый картофель, например, при плюс 8 градусах, который хранится, она может вылететь опять же в этом хранилище, еще и отложить яйца. То есть пойти еще, будут вас следующие поколения, прямо уже в хранилище. Отсюда вы положили вроде бы нормальную картошку, а вынули уже картошку всю поеденную. То есть тут прежде всего внимание нужно уделять дезинфекции самого хранилища, его герметичности, особенно если закладывается картофель на хранение в августе или в сентябре, в южных регионах тепло. Когда-то мы пару лет проводили мониторинг картофельной моли, до каких пор она летит. В принципе, пока в открытом грунте температуры дневные держатся до 15-17 градусов, поднимаются, то она встречается, бабочка взрослая, она летает, может летать в открытом грунте. Какой-то год у нас были, мы отлавливали в открытом грунте даже 17-го ноября картофельную моль. То есть, да, тут очень важный момент, это закладка именно на хранение, быстрая, чтобы у вас в поле, когда пока вы выбрали картофель, не произошло заселение, и чтобы у вас склад был, хранилище было свободно от данного вредителя. Вредитель весьма неприятный. Так, еще у нас вопросы будут. Последние два вопроса. Так, максимальное количество обработок волиам флекси в теплице за сезон 2. Разрешено по регламентам 2. А я еще хотела остановиться на вопросе того, часто спрашивают, как чередовать препараты. Как чередовать препараты, опять же, сдвоенно делать, либо наоборот, разбивать там одно действующее вещество другим действующим веществом. Согласно нынешним рекомендациям комитета, который занимается контролем резистентности вредителей к инсектицидам, желательно, чтобы одно поколение одного вредителя видело только один механизм действия испытывало на себе. Чтобы те особи, которые выжили, ушли в следующее поколение, чтобы следующее поколение видело уже иной механизм действия. То есть, с точки зрения резистентности формирования, получается, что выгоднее, важнее делать одним и тем же препаратом или одним и тем же классом сдвоенные обработки, а потом переходить на абсолютно другой механизм действия, желательно вообще кардинально отличающийся от предыдущего. Это и повышает эффективность, и удлиняет срок формирования резистентности к тому или иному пестициду данного вредителя. Особенно это важно для вредителей, имеющих много генераций, постоянно размножающихся. Томатная моль к ним относится, к ним относятся все сосущие, это та же белокрылка, отли, трипс у нас относится к таким характерным вредителям. Отсутствие осадков баковой смеси еще не означает, что препараты остались эффективны. Да, к сожалению, никаким тестом, которым мы можем провести в домашних условиях, грубо говоря, в обычных, понять эффективность препаратов сохранилась или нет, мы не можем. Но по пленуму, если мы возвращаемся к тому предыдущему вопросу, про пленум, про овалиам, действий фунгицидов никаких на снижение эффективности в принципе не замечено. Есть общее правило, оно больше даже распространяется не на фунгициды, а на так называемые прилипатели, то, что мы называем прилипателями. Часто задают вопрос, стоит ли добавить прилипатель. На самом деле, то, что мы называем прилипателями, это очень разнородная группа, в нее входит очень много всевозможных веществ совершенно разной природы и разного поведения. Стандартный ответ, если вы используете растекатели всевозможные, по-английски это называется non-ionic surfactant, в основном это масла всевозможные, вытяжки рапсового масла и прочее. Они в общем, в общем, в общем, в общем, те инсектициды, которые существуют сейчас на рынке, они увеличивают их эффективность. Но есть всевозможные действительно прилипатели, например, органосиликоновые, которые призваны для формирования именно пленки на растении, так называемые. Мы ее не видим, но они формируют эту пленку. Они обычно добавляются в некоторые фунгициды, обычно в контактные, те, которые нужно, чтобы они покрыли хорошо растение. В нашем препарате, например, в препарате Браво такой прилипатель, он очень стойкий, очень хорошо растекается, но его нежелательно использовать с инсектицидами, поскольку формируя эту пленку, он не дает системному инсектициду проникнуть внутрь листа. И здесь возможно снижение эффективности. То же самое относится к любым прилипателям такого рода. То есть если вы опрыскиваете системным продуктом, например, пленумом, и хотите добавить органосиликоновый прилипатель, то лучше этого не делать. То есть вы таким образом снижаете эффективность. Например, по табачному трипсу на луке доказано, что такие прилипатели снижают эффективность инсектицидов от 25 до 50%. То есть это вот такие общие вещи. Фунгициды системные обычно таких прилипателей не содержат. По крайней мере фунгициды компании Сингенты содержат один единственный препарат под названием Браво. В теплицах он в принципе не применяется, потому что многие из наших слушателей с ним в принципе не знакомы. Ну вот, пожалуй, все. Наверное, так понимаю, закончились вопросы. Видимо, да. Вопросы, основные вопросы все мы разобрали. Спасибо большое за внимание. Будем надеяться, что мы были полезны. Спасибо. До свидания. До встречи.